Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотел немного отойти от тематики посылок и сделать обзорчик на свой пистолет Anix 101M. Почему решил сделать такой обзор? Потому что многие спрашивают, как я добился того, что он стал намного мощнее. Намного мощнее. Летом мы отстреливали на хронографе. При заявленных 155 новом, при покупке нового, он выдавал на хронографе 140-143. Это отстрел стальным шариком 4,5 мм. Я его усилил, и он отстреливался 180-185 метров в секунду. Сейчас я его чуть слабее сделал, сейчас где-то 165-170 метров. Значит, объясню суть. Полазив в интернете, я толком ничего не нашел. Чертежи, переделки, все остальное. Все довольно-таки просто. Значит, разбираем. Для того, чтобы разобрать, откручиваем вот здесь вот шестигранником болт. Болт. Снимаем. И вот сюда подкладываем шайбу под ствол. Значит, суть выстрела в Аниксе состоит в том, что при нажатии на курок слетает ствол шептала и ударяется о клапан. И, естественно, чем сильнее удар, тем больше порция газа выделяется на выстрел. Соответственно, увеличивается сила выстрела. Для выстрела здесь используются 12-граммовые баллоны и шарики 4,5 мм. Значит, суть в том, что надо подложить шайбу М8, толщина 1 мм, под пружину. То есть я подкладывал две. Выдавало 180 м в секунду. Но бывало заклинивание спускового механизма. Так что я решил оставить одну шайбу. Ну и получаю 160-170 м в секунду. Но при трех шайбах у меня выстрел не производился совсем. Значит, я нашел также в интернете темку. То есть там чувак подкладывает вообще 6 шайб. Я не знаю, как он это делает. У меня 3 влезло и все. И он его клинить начал. Значит, с одной и с двумя шайбами вполне реально сделать свой пневматический пистолет сильнее. Причем не надо ничего особо переделывать. Не надо ничего модернизировать. Просто подложить шайбу. Все. Всем спасибо. Ставим лайки. Подписываемся. Ждем следующих обзоров. В ближайшее время я сделаю обзор на блочный лук Маккунг ЦБ1. Значит, обзор на него и даже, скорее всего, произведу отстрел его.